Сегодня хочу говорить вот именно в контексте, так проповедь назвать, молитва, духовная практика или отношение? Вот тема так называется, да, молитва, точка, духовная практика или отношение? Вот, и как бы это и то и другое, мы уже понимаем, да, в принципе. Молитву можно назвать духовной практикой? Можно назвать духовной практикой. Но, и вот как раз, что самое интересное, что для всех народов, для всех, как Библия называет народы все, язычников, да, это неплохое слово язычники, это языки, народы, это вот все остальные народы, кроме одного лишь всего народа Божьего. Вот для всех этих народов это больше духовная практика. А Иисус нам пришел и сказал, ребята, это не как у язычников, это отношение, это Отец Небесный знает все, что ты у Него собираешься попросить. Вообще все знает, даже то, что ты попросить не собираешься. Понимаете разницу, нет? То есть, и вот это на самом деле, вот этот маленький ингредиент, вот эта вот, ну, важная такая составляющая молитвы, она меняет все, меняет все в корне. Она делает из молитвы не живой, молитву живую, настоящую. Понимаете? Потому что мы все равно, как люди, хотим мерить свою молитву временем, количеством. Правильно или нет? И хочешь, не хочешь, мы это делаем. И вот первое, что, ну, такое основное, что мне нравится, что Иисус говорит, это вот Матфея 6 глава, 7 стих. Мы посмотрим, может быть, еще какие-то вот моменты про молитву. Ну, вернее, не может быть, а точно посмотрим, да, что это. Ну, вот акцент хочу дать именно это, что, что нам пытается донести сам Иисус в первую очередь, что такое молитва. Именно на, ну, как разделении, именно как люди ее воспринимают, да, а соответственно, вот как мы ее воспринимаем, так мы и практикуем. Седьмой стих. «Омолясь, не говорите лишнего, как язычники». Матфея 6 глава, 7 стих. «Омолясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Представляете, Иисус нам пытается вот взять свой мозг и передать нам. Понимаете? Именно вот свое мышление, свое видение. И это настолько ценно, настолько ценный совет, который вот Он дает, до которого нам вот без Него дойти, ну, очень-очень трудно. Потому что здесь написано, молясь, не говорите лишнего, как язычники. То есть, другими словами, Он говорит, молятся все, молятся все. И это, ну, как бы, вот где-то вот внутри у людей по-разному молятся, да, практикуют. У них есть духовное право. Почему? Ну, молитва это, ну, она нас строит, она назидает, она... Это молитва, это важно, да. Духовная такая хорошая практика, да. Но Он говорит, что вот чем отличается молитва язычников всех остальных и молитва Его, грубо говоря, Сына Божьего, да. И то, что Он пытается передать. Он говорит то, что они думают, что они будут услышаны в своем многословии. То есть, ну, они же не думают так, да, что, ну, понимаете, мы же не думаем, что мы, ну, и все люди, они не думают, что вот они в многословии. Но Иисус уже, ну, как бы, Он знает ихние мотивы, знает ихние принципы, на что люди полагаются. И оказывается, что часто люди, их Бог не интересует, их Божья воля не интересует. Их интересует ихняя духовная практика. Качество этой духовной практики, количество этой духовной практики, ну, вообще само присутствие этой духовной практики. Вот я помолился, я хорошо, я много помолился, я хорошо, да, я мало помолился, я не очень, я редко помолился, я не, да. И вот ты больше, как бы, применяешь это, как на базаре, да, что ты что-то сделал, тогда что-то тебе должно воздастся где-то, понимаете. То есть, вот это вот мышление всех людей. А вы знаете, что мы, по сути своей, мы все равно язычники, нас не воспитали, как бы, израильтяне, понимаешь. То есть, то, что мы православные, там, в своей культуре, да, это хорошо, это первый шаг, что мы уже, ну, не узбеки, грубо говоря, не мусульмане, которые просто, ну, там, принципиально против, да. Потому что они даже вот думать не хотят, их уже так вот прогрузили в своей жизни, что они просто принципиально против, и все, попали в такую ловушку. Мы поближе, да, но по своему мировосприятию, по своему вот этой вот практике жизненной, мы вот, ну, как ни крути, язычники. Все равно. И это где-то вот оно пропитывает, вот. Потому что, ну, сами подумайте, да, сколько всяких, да, больше там обрядов, традиций, на чем мы больше там обращаем внимание, да, вот. Вот. Потому что Библия, она с самого начала, и во всем своем процессе, кто ее, как бы, изучает, читает, знает, она учит живым отношениям с Богом. Она учит тому, что Бог один. Нету других больше богов, что Бог один. А мы вот, хочешь, не хочешь, мы притащим там этих всех, да, всех этих святых в ряд, там, и серафимов, и угодников, и всех поставим, и всем помолимся, и так далее. Ну, что это, как неязычество? Притянутое в христианство язычество, понимаете, как мышление, да. Те, которые, вот, уже поумнее, по просвещению скажут, да нет, это просто святые, мы просто берем с них пример. Да, но только людям вы об этом не говорите, да, то, что вы с них пример берете, да. То есть, ну, а вот в икону поставили, а те, которые говорят, они говорят, там, три свечки сюда, два поклона сюда, там, и так далее. Ну, вот, поэтому все намешано, все, все перепутано, как бы, да. Но сегодня больше не об этом, не хотел я, поэтому еще раз, если я иногда вот как-то резко так говорю, я говорю, я за православных, люблю православных, обожаю, как бы, знаю, сейчас вот благодаря институту знаю, как бы, самые вот эти истоки, и там все правильно, все хорошо, все, все продумано. Но в веках уже, да, в результате имеем то, что имеем. Но слава Богу, не против Иисуса, аминь. Поэтому, как бы, вот, уже, уже большой шаг сделан, да, вот, поэтому, ну, нужно дальше идти, нужно изучать Библию, нужно изучать Слово Божье, нужно иметь вот эти живые, настоящие отношения с Богом, потому что, вот, Библия, она об этом. Кто такой Давид? Человек, у которого были живые отношения с Богом. Кто такой Самсон? Человек, у которого были живые отношения с Богом. Кто такой Авраам? Человек, у которого были живые отношения с Богом. И эти отношения были, вот, ну, проявлены, о них читать интересно, о них думать интересно. Там, действительно, Иосиф, кто такой? Человек, у которого были живые отношения с Богом. Понимаете, поэтому Иисус нам пришел, и вот он тоже пришел к своим, к евреям, которые уже тоже в годах накрутили там всего-всего-всего. И он говорит, ребята, главное это живые отношения с Богом, что молитва на самом деле, это не духовная практика-то на самом деле, а молитва это общение с Отцом Небесным, который знает все, что тебе нужно и до твоего прошения вообще. Ты когда идешь к нему, ты это понимаешь или не понимаешь? Какой смысл ему перечислять или перед ним тараторить, скажи мне? Какой смысл? Но так как мы иногда не знаем другого, не размышляем иногда, нам проще все равно что-нибудь да протороторить перед ним. И вот так, и я до сих пор, ну как бы вот все равно периодически в этом пребываю, потому что ну как это я вот помолюсь короткой молитвой там. Я иногда пишу молитву, да. И вот я вам скажу, я однажды, меня Бог еще раз научил, вот я может быть об этом даже рассказывал, у меня была там сложная ситуация, и я, ну надо сесть помолиться, как бы, ну хорошая практика духовная моя, важно. Сел молиться и написал две строчки. У меня действительно были очень сложные обстоятельства, я написал две строчки, помоги мне не сойти с ума и дай мне помощников. Ну и я только начал молиться, я хотел, я думаю, ну у меня вот всегда вот, если я уж молюсь, ну как бы листочек, ну хотя пол листочка, но я должен как бы написать. А тут мне кто-то позвонил, вот я только две строчки написал, собирался дальше что-то расписать там, и тут мне кто-то позвонил. И я поговорил пока, потом отвлекся, и уже что-то меня отвлекли, сажусь, вот эти вот две строчки написаны, и такой, вообще-то это то, что мне надо, все, мне больше ничего не надо. Ну то есть, я там, все, помоги мне не сойти с ума и дай мне помощников. И в этот день, ну Бог мне дает помощников. Ну, сначала одного, так интересно еще получилось, то что, ну действительно, у меня вот как раз было время, когда я там воевал там с одной организацией, и отец у меня еще умирал. И как бы вот там, ну нужно мне было кого-то. И вот Бог мне раз и напоминает про одного человека, и этот человек мне начинает помогать. И я прям приезжаю домой и вспоминаю, думаю, о, я же молился, дай мне помощника. И такой пошел прочитать, что написано. А я же думаю, написал, дай мне помощников. Ну думаю, ну ладно, помощника или помощников, какая разница, так решил. Ну, у самого все равно, что вроде офф, да, множественное число. И так интересно, что там потом звонит еще один человек, и он тоже становится вот в другой части этого дела, тоже помощником. И как бы вот все, то дело, которое спланировано, оно получается. И я, ну, понимаете, вот я вам сейчас это как бы рассказываю, для вас это, ну, вы же не переживали как бы этого, да. А я пережил реальный ответ Бога на мою молитву. Вот в двух вот этих строчках, понимаете, вот просто, я вот сформулировал свое желание, я там, и Бог ответил на него. И еще раз я убедился в том, что, как бы вот молитва это не многословие. Это вот, знаете, вот, поэтому, вы знаете, нам очень долго придется выковыривать это из себя. Ну, поэтому я как бы сейчас об этом говорю, и я это проповедую для себя тоже. Что вот, вот это вот ощущение твоей молитвы, молишься ли ты вообще и так далее, оно не должно быть основано на количестве. Оно не должно быть основано на времени. Потому что Иисус нам говорит, ребята, Отец знает все, что вы Ему тараторите. Что, зачем говорить лишнего, понимаете. Ну, у нас тогда коллапс, а что же тогда говорить-то вообще? Как же тогда, вот о чем же тогда молиться? Вот ты, и вы сейчас мне можете сказать, ну, не забирай ты у нас нашу молитву. Нам нравится, мы хотим хотя бы листочек, хотя бы минут 10, хотя бы минут 15, там и так далее. А вот я недавно тоже пошел, была сложная ситуация там в центре, вот там одного человека. И я пошел молиться, и знаете, я просто вот сидел на диване просто, и не знал, что говорить Богу. И просто вот сидел, и вот всем своим сердцем пытался вот услышать Бога. Всем своим вот каким-то ухом вот этим внутренним. Бог, ну скажи, что здесь делать. Ну, ну что, как мне, вот, ну я не могу, вот я не могу понять эту ситуацию. Ну, измени там мое сердце, я не знаю, как мне это все увидеть, может быть, как-то по-другому надо увидеть. Ну, что, ну скажи. Понимаете, вот вся молитва, она была вот в этом, я не знаю, минут 40, наверное, прошло, понимаете. И я просто, я помню, я вышел оттуда с твердым ответом, что Бог мне ответил просто. Бог, ну вот в этой какой-то, вот в этом воздыхании каком-то, вот в этом молчании, когда я ничего ему не тараторил, не вот не забил лишними словами, у меня был один вопрос, что делать мне. И я просто с ним поговорил, посоветовался. Ну, если вот так, то так, но я-то привык так, а они подумают, слушай, ну а какая мне разница, что они подумают, потому что я же не перед людьми. И вот, понимаете, вот был такой вот внутренний такой вот расклад с ним, совет такой просто. Но я уделил этому время, да, просто я вот ушел и все, мне нужен был ответ, знаете. И что самое интересное, что я потом просто вот все, что там получил, все, что там обдумал, все, что там посоветовался с ним, я потом применил это все на практике и смог принять всю ту ситуацию, которая происходила. И вот там с определенным человеком поступить так, как вот просто поступил, понимаете. Вот, и поэтому говорю, что мы должны вот перестраиваться. Я то, что я сейчас это закидываю, я понимаю, что вы вообще, ну, измениться будет как бы трудно. Наверное, мы еще какое-то время останемся все равно и будем продолжать быть язычниками. Нам все равно нужно вот этот вот, ну вот как мне, вот этот вот листочек, но написать, понимаете. Вот я, я как удовлетворяюсь, когда я пишу там вот этот вот А4, да, и я докажу до конца, и как бы, и я там думаю переворачивать мне его или там, или достаточно и так далее, понимаете. Но все равно, хочешь не хочешь, язычник во мне живет. То есть мне вот, я получаю вот это вот какое-то внутреннее там удовлетворение, насыщение просто от самого факта, что я там что-то вот сказал. Но Иисус говорит, что ну, так язычники делают, так язычники делают. И поэтому вот это я хочу вам сегодня передать, вот как Бог хочет. Вот вспомните Анну, которая дочь, ой, дочь, мама Самуила пророка. Если кто читает Библию, не буду открывать эту историю, но там вот эта вот нужда женщины, да, которая вот, которую огорчает то, что она не может иметь детей. Муж ей дает самый лучший кусок, муж ее очень любит. А у второй жены, у нее есть дети, и та ее ковыряет, да. И вот эта женщина, вот в этой всей своей скорби, что вот, ну, она же, вот знаете, как, муж ей говорит, я же тебя люблю, ну, чего ты так печалишься-то, да. И вот у нее с одной стороны, как бы вот, знаете, вот, вроде все нормально, и муж любит. С другой стороны, детей нет, та ковыряет, а детей все равно нет, но муж-то любит. А, понимаете, я вроде должна быть счастливой, но я-то не счастливой. Вот как это выразить ей всем своим сердцем, понимаете? Это мы уже как бы, ну, нам прочитали вот эти вот моменты, а она находится вот в этом процессе, просто. Что ей плохо, и она вот, ну, ей плохо, и все. И вот у нее есть внутри вот это вот желание иметь ребенка, которого она иметь не может, все. И ей нужно как-то принять эту ситуацию, или не принять эту ситуацию, что ей нужно, как ей молиться, этой женщине. И вы знаете, и вот она там в храме, написано, она просто вот, вот, вот как-то так выло там, что священник, когда увидел ее, говорит, ты что напилась сюда, пришла? Иди вытрезвись, не надо здесь, вот это вот. А у нее вот нет ничего другого, она вот просто всхлипывает, скулит там про себя, все. Потому что она выразить даже не может, понимаете? И она говорит, не, не, я не пьяная, просто вот сильно скорблю, и рассказал ему все это. Ну, и как бы, и он как бы удивился, думает, ну, да, вот это, ну, вот, ну, неужели Бог пройдет мимо такой молитвы, да? Потому что она даже вот, ну, не знала, как ее сформулировать, эту молитву. И он мне сказал, все, Бог исполнит. Просто вот дал пророческое ей такое слово, и все. И та ушла, и уже не была такая печальная, и излила свое сердце перед Богом, и потом забеременела, и Бог ее благословил, да? То есть, ну, вот таким вот образом, да, то, что, вот, знаете, вот, Бог не проходит мимо молитвы нашего сердца, понимаете? И вот, ну, нам именно действительно необходимо научиться, что такое молитва, это научиться изливать свое сердце перед Богом, понимаете? Не духовная практика, а изливать сердце перед Богом, понимаете, разницу, нет? То есть, вот, и мы все время в этом нуждаемся, мы все время в этом нуждаемся, поэтому Бог не хочет, чтобы мы, вот, он и говорит, не говорите лишнего. Ну, не надо, вот, как бы, вот эти отношения с отцом обставить чем-то лишним, чем-то ненужным, какими-то дополнительными вещами. Молись о сути, о том, в чем ты сейчас находишься, что тебе нужно сейчас-то. Понимаете, вот, и сейчас век такой, что мы, ну, в еде и в одежде-то, ну, не нуждаемся по большому счету, и мы не можем, вот, сымитировать. И поэтому, вот, ну, наши часто, вот эти вот хотелки дополнительные, лишние какие-то вещи, ну, они, как бы, Бога-то не интересуют, понимаете? Ну, еще, что ты хочешь, там, еще один айфон, ну, еще, что ты хочешь, там, я никуда не ездил отдыхать. Ну, и ладно, не ездил, ну, это у меня племянница, вот. Я говорю, душу свою береги, ты вот себя вот этим вот, сама своими хотелками загоняешь в эту депрессию, что у тебя того нет, того нет, а тебе все хочется. Потому что, ну, Бог, Он не играет, как бы, если у тебя есть нужда, то Он будет реагировать на эту нужду. А если это нужда, она, как бы, что-то лишнее, то, ну, знаете, я говорю, и мы привыкаем, что самое интересное, вот в этих лишних вещах, вот к таким отношениям с Богом. Куча всего лишнего, и уже даже не знаем, что нам нужно, что мы хотим от Него на самом деле, в чем заключается наша молитва, нашего сердца. Мы, как бы, вот за этими вот кучей вещей мы просто потерялись. И Бог хочет, чтобы мы, ну, вот, все-таки вышли с Ним на эти настоящие живые отношения. Я, знаете, как это, с чем это тоже сравниваю? Вот наши отношения иногда с Богом, почему вот они, они, ну, не живые? Я вот по бизнесу иногда приходится на переговорах, переговариваться, ну, договариваться по стройке. Есть объект, мне там говорят, ну, посчитай. И я считаю. И вот суть любой сметы, это найти вот эту вот точку, чтобы вот мне было меньше, ну, и вот, и вот меньше, чем они могут заплатить, мне тоже не надо. А как мне ее найти, вот эту вот точку? Вот эту вот, да, что вот максимальную, что может дать заказчик? Вот мне же, ну, вот суть моей, как бы, вот такой, моих переговоров с заказчиком, она как раз заключается, чтобы вот умение в переговорах вот выбить вот эту вот максимуму, вот сойтись на вот этой вот. Потому что если я слишком там высоко шагну, найдут другого, работа слетит. Меньше там, ну, дурак, ну, как бы, потому что мог больше, правильно или нет? И вы знаете, вот мы иногда с Богом так же, понимаете, вот, и как я действую в такой ситуации? Вот я, как бы, считаю, понимаю ту, ну, или понимаю вот ту сумму, которая мне, меня устроит, она хорошая, нормальная. А потом накидываю еще немножко для того, чтобы поторговаться, понимаете? Для того, чтобы вот потом спуститься на ту цену, которая, в принципе, меня устраивает, как бы, да? И вот иногда мне внутренне это, ну, трудно, но я себя уже, как бы, приучил, потому что по-любому будут торговаться, по-любому будут опускать. И я должен какой-то вот запасик, чтобы вот туда, куда мне надо, вот, опуститься. И вот мы иногда с Богом так. А с кем я так поступаю? Я поступаю так с чужими людьми. Я так поступаю, ну, как бы, так сказать, это как на войне, грубо говоря, да? То есть это соперники какие-то мои, да? Вот с кем я это поступаю, понимаете? И вот я заметил, что мы иногда с Богом так же. Что вот просто попрошу у Него до кучи всего, а там вот уже, ну... И вы понимаете, да, что в итоге не работает ничего, потому что у тебя куча лишнего того, что ты бы вот хотел попросить, а вдруг вот оно прокатит. Понимаете? И что самое интересное, что с Богом не прокатит ничего. Ничего лишнего с Ним не прокатит. Понимаете? Потому что вот Иисус говорит, Он знает все. Понимаете? Если вот тот человек, с которым я веду переговоры, он не знает, ну, как бы, ту цену, на которую я соглашусь, и я ему вот побольше, он просто знает, что надо поторговаться точно так же, как и я. И вот мы такие друг от друга там готовимся, да? Понимаете? И вот у нас иногда с Богом такие отношения, что мы в какой-то уверенности, что Бог хочет нас там где-то вот обрезать что-то вот поменьше, мы лучше вот как бы вот у Него там побольше попросим, побольше Ему выкатим, побольше у нас вот. А там хотя бы вот, понимаете, вот тут написано Иисусу, Он говорит, вот язычники так думают, что они думают, услышаны быть в своем многословии. Потому что у них нету живых отношений, потому что у них за словом Бог там нет личности, нету Отца, понимаете, нету отношений. Там есть вот что-то, что-то духовное, что вот оно реагирует на мою духовную практику, понимаете? Иисус говорит, ребят, Отец все знает, до того даже, как вы попросите. Поэтому вообще нет никакого смысла Ему говорить вот это лишнее, понимаете? Поэтому вот нам действительно нужно еще этому долго-долго учиться, да, что останавливать себя, а зачем я это прошу, да? И вот, ну, мне нравится сейчас вот этот вот момент со Светой, да, как вот хорошая такая иллюстрация к этой проповеди произошла, что она, что вот кто такой Бог? Что такое молитва с Богом? Это вот высказывание Ему всего того, что вот, ну, вот она реальность, вот она, мне нужна работа. Вы знаете, она не сказала еще, она там очень хорошо зарабатывает сейчас. Ну, там, как многие настройки не зарабатывают столько, да? С одной стороны, вот ей это сейчас начинает нравиться, как служение, да? А с другой стороны, это еще и является хорошим заработком. И, понимаете, вот, ну, на самом деле, вот воля Божия благая, угодная и совершенная, она вот такая, да? Да, вот даже у тренинга, вот люди, которые тренинги там ведут, они говорят, что у тебя должна быть работа такая, которую бы ты даже бесплатно мог делать, понимаете? Вот тогда ты счастливый человек, понимаете? И я всегда вам привожу такой пример, как футболисты, хоккеисты, да? И вот, которые получают огромные деньги, еще и вот получают там этот адреналин, забивают голы, живут этой игрой, понимаете? Вот нравится, да? Ну, мы знаем, что многие профессионалы, они действительно так, да? Музыканты какие-то, да? Вот они нравятся, им любят, они любят это делать, им еще огромные деньги за это платятся, понимаете? И вот Бог, в принципе, вот и нас тоже хочет, ну, дать нам что-то такое, что у нас и нужды будут покрыты, и достаток будет, и делать тебе, вот, это будет нравиться. Вот, поэтому мы должны вот избавляться от этих лишних моментов, вот от этой вот, как бы неуверенности в Боге, понимаете? Потому что вот в этих вот отношениях мы, как, ну, мы далеко друг от друга, мы уже не уверены, говорю, вот, вот у тебя там есть отец, там, я не знаю, ну, как это, например, миллионер, миллиардер там, да? И он же твой отец там не на 10 минут, не на один год, чтобы тебе вот за один год надо, так, мне вот это, 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 и все сейчас. Чтобы и квартира там, и машина, и гидроцикл, и это, и это, и это. Ну, эти, ну, как бы, понятно, что есть какие-то плохие примеры мажориков, да, но, ну, вот, например, у Потанина там, я знаю, есть дети, которые, да, он же еще сам заявил, говорит, детям ничего не оставлю, все отдам, ну, это еще не факт, что он так сделает, потому что, вот, болтать они все болтают. Но, он все равно постарался воспитать своих детей в каком-то интересе. И я знаю, что вот дочь там у него, она, там, какая-то чемпионка на этих, вот, гидроцикл там какой-то, вот, и она там спортом занимается, и все. Не знаю, что там у нее есть, но про нее, вот, ну, потом, по-моему, где-то даже она, что, где, когда там, да, вроде, была там она такая, ну, ладно, неважно. Или это однофамилица. Ну, я просто к чему, что, ну, зачем мне сразу все от отца, лишь бы, как будто он мне не родной, понимаете? Он, ну, родной, вот, нужда появится, я пойду просить о этой нужде, понимаете? То есть, вот, по мере поступления, да, а когда я вот так вот, на всякий случай, лишнее, ну, глупо, глупо, и нет здесь отношений, как с отцом. Вот, и давайте откроем Екклесиаст, просто вот почитаем еще, что Библия нас учит. Пятую главу откроем. Мы прочитаем с 4 главы 17 стиха, то есть, это последний стих 4 главы, и перейдем в 5, потому что у меня такое ощущение создалось, что вот этот вот стих, он отпрыгнул от одной главы в другую. Я думаю, что там же не было раньше разбивки ни на какие главы. У нас вот сейчас разбилось, и как будто бы вот это одно и то же, как бы мысль, одна и та же, она началась еще в 4 главе. Здесь написано, наблюдай за ногой твоей, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. Не торопись языком твоим, и сердце твое, да не спешит произнести слово перед Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои, да будут немногие. Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Когда даешь обет Богу, то немедленно исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелам Божьим, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогнелся на слово твое и разрушил дело рук твоих? Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты, но ты бойся Бога. Хорошее такое место, которое вот само за себя говорит, да, что не торопись языком твоим, и сердце твое, да не спешит произнести слово перед Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои, да будут немногие. Да, вот еще в Ветхом Завете Екклесиас нас вот учит тому же, что нам говорит Иисус Христос, да, то, что продумывай свои слова, да, ну как бы вот действительно спрашивай Бога совета, что тебе делать. Вот мне очень нравится Иисус, еще раз мы сейчас откроем это, Лука 6 глава, по-моему, вот, вот практику Иисуса, да, я сегодня хотел, вот говоря о молитве, понаблюдать за Иисусом больше всего, да, вот за его практикой, и прочитать те немногие вещи, которые про это написаны, да, и вот он, он нам на самом деле не так много дает учения о молитве. Знаете, что ученикам однажды его даже пришлось попросить, а научи нас молиться, как вот Иоанн научил своих учеников, да, то есть я как бы вижу, что какое-то время Иисус даже вот не учил их молиться, да, но что делал всегда Иисус, там про Него написано, и Он часто удалялся в пустынные места для молитвы, никого с собой не брал, и как Он, да, учил, говорит, когда молишься Отцу, зайди в тайную комнату и молись своему Отцу, который в тайне, и Отец, который в тайне, Он воздаст тебе явно, да, и я вот даже вижу, что, как написано, вот я просто не буду читать, сейчас долго получится, но я вот нашел практически все эти места, которых немного в разных Евангелиях, и там в одном месте написано, что Иисус часто уходил в пустынные места для молитвы. Смотрите, не написано утром, вечером, во столько-то, в 3 часа, в 2 часа, в 6 часов. Мы видим, что Он это делал часто, Он уходил, и вот все, что Он показывал ученикам, понимаете, что Он нуждается в молитве, у Него там какая-то тайна происходит, Он с Богом общается. Все, вот это Он и пытался показывать, ну, понимаете, вот я пытаюсь сейчас, вот из того, что не написано, наоборот, сделать какую-то картину, да, вот, что ученики однажды Его попросили, научи нас молиться, значит, Он им не навязывал какую-то, вот молитесь так, надо так, надо 3 раза, 5 раз, вот так, но сам практиковал, потом написано, однажды там, встал рано утром и пошел молиться тоже, да, оп, рано утром. И вот то, что в 6 главе от Луки написано, мы сейчас прочитаем, Он пробыл всю ночь в молитве Богу, знаете, да, то есть вот, поэтому я говорю, что мы слышим про Него? Часто уходил в пустынные места, один раз мы видим, встал рано утром, пошел молиться, а потом пошел поздно вечером молиться и всю ночь пробыл в молитве, да. Какой я из этого вывод делаю? Есть ли у молитвы обязательный какой-то режим? Я считаю, что вот именно через это Иисус нам это показывает. Знаете, люди, которые очень любят порядок, они мне скажут, ну, Бог это Бог порядка, ну, чтобы вот... И я скажу, слава Богу, если ты можешь быть таким, и я вам скажу, что мы читаем в книге пророка Даниила, что Даниил был такой человек, Даниил был человек государственный, ну, мы должны понять, Даниил был человек государственный, у него было очень много дел, очень много забот, у него был режим конкретный, да, он был вот человек порядка, действительно, да, ну, мы что, все такие, что ли, мы все чиновники, мы все государственные люди, нет, мы вот, ну, как можем, так можем иногда, да, как живем, так живем. И я больше в Иисусе Христе вижу, что Он как раз нам вот это показывает, что молитва, она нужна, молитва должна быть, молитва, ну, когда она возможна, когда она вот, когда тебе удобно, кто-то вот утренний, знаете, вот, я долго себя судил за то, что вот я с утра не молюсь. У меня голова вообще не соображает с утра. Вот, ну, я вот такой человек. Зато вечером, ну, всех рубит, а я бодрый. Понимаете? И все. Ну, вот, у меня так. И что мне... А если, ну, а в определенном месте меня бы переделали. Знаете, там, попытались бы прям, ну, нет, молитва должна быть с утра, в шесть часов встаешь, два часа молитвы, и вот это вот хорошее, духовное, такая практика. Ну, я говорю, что мы сейчас о чем разговариваем, да, вот, поэтому для меня, вот, молитва это отношение, в первую очередь. И для меня пример это Иисус. Для меня, конечно, Даниил пример. Ну, но это тоже пример вот этого человека в дисциплине, он суперчеловек, но не все такие будут. Вот, что нужно понять. Если ты такой человек, и у тебя это получается, у тебя есть вот эта вот стабильность в жизни, такая вот, у тебя по часам все получается, слово Богу, классно, классно, но не судит и других, которые не могут вот таким образом жить. Понимаете? И, ну, вот, мне кажется, что именно поэтому Иисус не дает. Вот, разве, разве, если бы это было вот так важно, вот, какие-то вот определенные часы иметь, такой порядок в жизни, и это было бы вот действительно Богом предусмотрено для людей, разве бы Иисус не явил нам это в себе? Потому что Он бы явил это в себе, Ему было бы это нетрудно, это было бы вот органично. Но Он нам почему-то этого не явил. И Он нам даже не явил вот, вот, такого вот желания, ну, как бы даже намерения научить учеников молиться, да? Именно научить, да? Потому что им самим пришлось. Но Он им дал, да, молитву Отче наш, которая достаточно короткая. У нас есть, опять же, от Него определенный комментарий, да, что молитва там должна быть настойчивая. Когда Он дает Отче наш, Он в одном месте приводит пример, ну, будьте настойчивы, да? В другом после Отче наш, в Матфея, Он нам говорит, что прощайте. Если стоите на молитве, прощайте кому что, ну, кто вам что должен, потому что если не простите, Отец Ваш Небесный не простит, да? То есть, вот, вот, есть несколько таких моментов, которые, вот, важные, Он вставляет вот в это учение о молитве, да? Вот. А так, вот, по большому счету, не так уж много мы видим от Иисуса, да, того, как молиться. Но видим вот это вот самое главное, что Он сам молится. Понимаете, что Он сам молится. И мне вот нравится вот это вот в Луке, 6 глава, 6 глава, по-моему, 12 стих, да? Да. В те дни взошел Он на гуру помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Знаете, если бы вот осталось так, что вот, а, Иисус ушел всю ночь, и всю ночь молился, и мы давайте сейчас будем всю ночь молиться. Но нет, там был определенный момент, для чего Он ушел, и что из этого родилось, когда Он ушел, да? Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и номиновал апостолами. Понимаете, вот, я не знаю, не могу утверждать, просто могу немножко размышлять об этом, да? Пошел ли Иисус с намерением обсудить с Отцом, кого поставить в 12, или Иисус пошел, потому что вот было желание, была нужда, было понимание, что надо как-то дальше двигаться, и Он, может быть, не знал, как надо дальше двигаться, и когда молился, Ему было открыто, вот теперь надо избрать 12, да? То есть, ну, понимаете, да, про что я говорю? Я просто все равно люблю говорить о какой-то реальности такой, да, что, опять же, самое главное доказательство того, что Иисус – это человек, это то, что Он ходил молиться. Потому что, ну, если вот как иногда о Нем представляют, что Он все обо всем знал, и то зачем молиться, что это игра такая? Нет, у Него действительно была нужда в молитве. И я вот представляю эту ночь, знаете, вот эту вот всю ночь. Мы иногда можем, попробуй, иди помолись ночью. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, 10 минут, 15 минут, там, ну, может быть, кто-то вот. Я просто знаю, я слышал и проповеди, есть, ну, много людей, которые вот практиковали молитву как духовную практику такую, духовную брань. Ну, как бы вот, ну, молодцы, они там, у них ночные были. Он говорит, нам сначала тяжело было, мы не знали, как время пройдет, а потом пошло, полилось, и там, вот у нас там время улетало, там и так далее, мы прославляли. Не, ну, классно, кто это пережил. Но я просто, ну, судя из того, что они оставили эту практику, знаете, то они ее оставили в итоге, понимаете? То есть, вот, то есть, ушли к чему-то более приемлемому, более такому, ну, адекватному для жизни человека. Понимаете? Поэтому, да, ну, если ты там переживаешь какие-то, вот, или ты, то есть, вот, ну, для того, чтобы молиться всю ночь, ну, нужна какая-то ситуация. Нужна действительно какая-то, вот, что-то там нужно делать, что-то там нужно вот с Богом разбираться, понимаете? И я вот, и я понял, что, вот, я говорю, я недавно, вот, пошел молиться с Богом по поводу одного человека, и у меня час или сорок минут пролетело. Я просто сидел и, вот, вот, советовался с ним, размышлял, а как, вот, если я так сделаю с ним, или так, или что, ну, вот, ну, вот, я хочу так, а ты как хочешь, а как тогда вообще, ну, себя вести-то, если, ну, понимаете? И вот, вот я с отцом там обо всем этом разговаривал. И я просто представляю, что это такое было у Иисуса, ну, надеюсь, как бы, что могу это представлять, что вот он пошел всю ночь и разговаривал там с отцом. А вот Петр, ну, Петр, Петр нормальный, Петр верит, вот, Петр, ну, а тогда же, вот, я же ему сказал, закинь сети, и он же поверил, и было же чудо, было, ну, да. Ну, иногда тупит так, что я не могу, ну, да, вот это вот, ну, и так далее, понимаете? То есть, он пошел, ну, на мой взгляд, он разговаривал там с отцом, он советовался, он размышлял о каждом из них, да. Может быть, там еще были какие-то кандидатуры, которых нужно было, вот, ну, отклеить, да, там, и так далее, как вариант. Или он просто размышлял там, да, ну, и так далее. Но, опять же, суть в чем, что для чего мы молимся? Что такое молитва? Молитва, это, еще раз, это отношение, это общение. Когда мы молимся, мы, Бог с нами говорит, Бог через нас проходит, Его Святой Дух нас наполняет, и мы обретаем вот эту уверенность, что мы близко с Ним. Мы, вот, говорю, есть два варианта, ну, для меня, как Иисус избрал апостолов, вот, ну, вот, как я живу. Либо он по поводу каждого, там, поговорил и получил какой-то ответ от Бога по поводу каждого, что-то, ну, да, вот этот, или вот этот, или вот этот. Или просто вот он сказал, отец, ну, я хочу вот этого, вот этого, вот этого, вот этого. Благослови, мне нравится вот этот, вот этот, вот этот, вот этот. Вот этот потому-то, вот этот потому-то, вот этот потому-то, а вот этот потому-то, а вот этот не очень, но я думаю, вот так вот, и так далее, понимаете? И вот он просто, ну как бы вот для меня, просто разговаривал, просто общался, просто рассуждал, просто размышлял. И знаете, вот как у нас иногда бывает, может быть по поводу кого-то он получил ответ, а по поводу кого-то он не получил ответ. Но избирать нужно было, и он сказал, что ну, там раз отец как бы не сказал, значит сам решу. Понимаете, ну примерно, что пытаюсь вам передать. То есть, как бы вот когда мы знаем, что мы молимся, мы пребываем в Боге, у нас есть возможность потом принимать решения. Те, которые мы сами хотим принять, вот на тот момент. Мы обсудили с Богом? Обсудили. Мы переварили это? Переварили. Бог остановил, не сказал ничего, против не сказал, не сказал. Ну, как бы за то же я ничего не услышал, но вот тогда буду принимать решение сам. Да, ну, понимаете чуть-чуть о чем говорю? Вот мы просто с вами поварились. Да, вот какое-то время, вот как, ну, на мой взгляд, то, что вам пытаюсь передать, что такое молитва. Что молитва это не просто вот там тараторил, 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 накидал объема и довольный. Вот, понимаете, или если не пошло, там, недовольный, да, но молитва это наша настоящая перед ним нужда, наше вот это вот открытое к нему сердце, открытое к нему ухо. А что скажешь, а как думаешь, а как видишь, а вот. И ты, ты сам ответишь на многие-многие-многие вопросы, да, Бог через тебя ответит, что, почему я здесь там хочу принять, вот мне хочется принять такое решение. Или там не хочется принять решение. И я искренне говорю, ну, я не хочу принимать это решение, потому что люди подумают вот так вот. И сам себе вот, как бы, Бог отвечает, а что так важно, это самое главное, как подумают люди, или самое главное принять решение там, или не принять решение, или еще что-то. То есть, понимаете, я вот, вот, и мы с Богом должны вот это вот научиться все обсуждать. Понимаете, вот она молитва, научиться все обсуждать. Для того, чтобы в момент принятия решения, там, мое сердце, оно было полностью нейтральным. Да, да, нет, нет. Мне лишь бы волю исполнить. Мне лишь бы это от Бога, как бы, было. Понимаете, и у меня вот, ну, и по поводу, вот, часто меня Бог до сих пор там учит, по поводу этих объектов тоже, что вот видишь что-то, что-то вот начинает тут выстреливать, да, и тебе нравится, и ты такой, о, все, беру, и мне, и у меня потом Бог там обречает. Ты у меня-то спросил, ты куда опять побежал? Ты же знаешь, как, да, 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 все, знаю, как бывает. И вот, ну, там, недавно все равно было, все равно схватил, все равно, и все равно вот это все, Бог меня через это все провел. Понимаете, потому что вот не посоветовался. Потому что вот мы должны понять, что наш Небесный Отец, Он все знает. И с Ним, Он хочет, чтобы мы советовали с Ним, чтобы мы, наконец-то, вышли из этого младенческого христианства, где вот это вот все время дай, дай, надо, 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 накидали, и ничего не слышим за своим вот этим лишним, за своими нуждами. Понимаете, Он хочет, чтобы мы сели с Ним, как с отцом, за стол. Сын, посиди, давай просто посидим с тобой, давай просто поговорим, как, что, где и так далее. И вот ты, когда начинаешь вот это вот практиковать, вот оно по-другому все, на самом деле, по-другому. И ответы приходят, и ситуации решаются, и внутренняя уверенность есть, что ты с Богом обсудил. И тогда, ну, вот, если я с Богом обсудил, я перед Ним все поставил, Он говорит, вот теперь, ну, как бы, вот мне это внутри, вот теперь ты сделал правильно, ты остановился, ты со мной обсудил, вот теперь иди принимай решение. Понимаете, нет? Вот что такое молитва настоящая? Как Иисус выбирал апостолов? Понимаете, вот молился всю ночь, наполнялся Духом Святым, размышлял с отцом, может быть, в ком-то сомневался, в ком-то не сомневался, но к утру, из-за вот этого большого общения с Ним, уже вывел какой-то резюме, понимаете? Понимаете, вот, задача была, 12 нужно выбрать. И он выбрал, и в итоге вот все. Да, и мы знаем, что нужно же было еще выбрать, который придаст, правильно ли нет? Тоже задача, тоже нужно было с отцом обсудить. Я думаю, что, может быть, несколько кандидатур было, но нужно было одного. Ну, вот я говорю, иногда вот достаточно, ну, какие-то сложные задачи, поэтому, понимаете, вот наш Отец Небесный, это Дух, который все знает, у Него вся база данных, у Него будущее, у Него настоящее, у Него ангелы, понимаете? А мы вот этими какими-то вещами все забросаем, вот это. Помните, как Иисус, когда в храм пришел, я вам уже про это говорил, разогнал торговцев, менял, вот торговцев, менял вот этих голубями, да, и сказал, что дом отца моего будет наречен домом молитвы. А вы что здесь сделали, все это вот устроили здесь, обогащение из этого, да? А потом еще там написано так, и не позволял кому-либо проносить через храм какую-либо вещь. Все, вот это то, что делает Иисус. Иисус, свечу ко мне, не надо ко мне свечу, не надо ко мне за советом, за откровением, сам купишь вещи, сам сделаешь какие-то дела, понимаешь? Иди к Отцу за советом, наполняйся Духом, наполняйся Его силой, и будет все. Вот, и, ну, что нам еще говорит Библия по поводу молитвы? Молитвы будьте постоянны, да? То есть, вот это, ну, должны это понять. Да, она должна быть постоянно. То есть, мы постоянно нуждаемся в Боге. Вот, и еще, там другое есть такое слово, не пристанно молитесь, да? Это вообще говорит, что не останавливайся. То есть, пускай твой совет к Богу, твое сердце к Богу вообще будет всегда открыт, вот этот вот доступ, в любой момент. Поэтому, вот нам нужно приучиться жить в таком состоянии, тогда нам не надо будет вот этого вот времени там отделить, там много слов, немного слов. Я знаю, что я с Ним. Я знаю, что мое сердце, оно к Его воле открыто. Я знаю, что я хочу с Ним советоваться. Я знаю, что мне это надо. Без этого, ну, как бы моя жизнь, она, ну, не придет туда, куда должна прийти. Вот, и поэтому, вот, я всегда молюсь. И Павел, ну, как бы, и Библия нам говорит, что, и вот это то, что у нас есть молитва на языках, да, это вообще огромная привилегия, огромное благословение, да, что мы вот духом можем с Ним общаться. Духом, все. Уже даже вот не всегда мозгами. Духом. И вот то, что я понимаю, что я с Ним духом общаюсь, все, мне это дает уверенность. Я общаюсь, все. У меня, ну, как бы, вот, отец все знает, я все знаю, вещи меня не так интересуют. А если уже какая-то интересует, и уже есть какая-то нужда, Бог действительно отвечает. Бог по-настоящему отвечает. И ты испытываешь от этого радость, что Бог тебе ответил. А если ты, вот, я говорю, куча лишнего, то, похоже, всегда Бог – это тот, кого ты не знаешь. Ты, ну, вот, как я вам говорил, да, что, как, я не знаю, насколько согласится этот человек, да, что мне нужно с ним поторговаться. Мы с ним на разных, я не знаю, у меня всегда такое желание – мне бы узнать. Знаете, мне бы узнать, что там. И поэтому иногда я там кто-то посчитал, там, если есть отношения, говорю, а что там уже кто-то посчитал, может, ты мне цифры дашь уже, ну, мне от чего-то уже оттолкнулся, понимаете. Ну, знаете, да, для чего делаются тендеры, там, и так далее, да, чтобы все вот они дали какое-то свое предложение. Ну, тогда есть уже, говорю, когда я не знаю, у меня своя стратегия. Посчитал, сколько мне, как бы, нравится, и немножечко накинул. Понимаете, немножечко накинул, так, на переговоры, чтобы потом откатиться, и хорошие отношения, и все подряд. Понимаете, вот, ну, не надо вот это к Богу приносить. Понимаете, не надо. Потому что Он хочет вот этой вот открытости. Аминь. И действительно, вот, суть и смысл молитвы – это исполнение, в принципе, Святым Духом. Это наполнится, вот, сознанием Отца. Сознанием тем, потому что Дух, Он все проницает, написано. Дух проницает. Кому известны мысли Божьи? Духу Божьему. Понимаете? Поэтому, когда мы Духом наполнены, мы, нам известны мысли Божьи. Мы с Ним в одних мыслях находимся. Понимаете? Поэтому я могу принимать, вот, ну, решения, и мои решения, они правильные. И я никуда не опоздаю. Знаете, вот, действительно, мне так еще нравится, вот, тут еще с ребятами, это вот, практика была тут, они телефоны себе покупают, и вот мы иногда там, ну, у нас одна машина, у нас есть куча дел, и Вова, он там часто, ай, я там договорился на Дужей, говорю, ну, спокойно. Ай, уйдет телефон. Я говорю, не уйдет, говорю. Если уйдет, значит, не наш. Мы что, мы не будем сейчас все разворачивать, говорю, по поводу там одного телефона. И, ну, как бы, а если наш, то, я говорю, наша за нами сама бегать будет. И я вот заметил, на самом деле, я говорю, вот, даже на объектах, у меня был объект, за который я сам начал зацепляться, и Бога не спросил, и вот до сих пор деньги забрать не могу. А есть объект, на котором там сейчас работаем, который за мной сам бегал, мне говорят, ну, посчитайте уже, наконец. Ну, уже когда начнете? Когда начнете там и так далее. И мы начали, мы так благословлены, и деньги отдаются еще. Я даже попросить не успеваю. Я думаю, надо уже денег, наверное, попросить. На работу приезжаешь, пойдем. Вот, ну, просто, когда твое, когда Божье, понимаешь, оно благословенно. Вот, и поэтому Бог нас хочет этому научить, чтобы мы, ну, вот умели, умели с Ним посоветоваться, умели подождать, умели настроить себя, умели вот, ну, понять с Ним, что жизнь наша не зависит от нашего имущества. Иисус пытался людям это сказать. Жизнь человека не зависит от вещей. Не зависит. Поэтому нельзя делать больно душе, нельзя вот эту свою душу изматывать из-за каких-то вот, ну, вещей, хотелок, недостаток там и так далее. Потому что, Библия говорит, имея пропитание и одежду, будь доволен. Тебе холодно? Нет. Сытый? Да. Ну, что? Ты больше, ты съесть больше не можешь, одеть на себя больше не можешь. Все, вот, ну, не можешь ты. Будь доволен. Нет, у него то, а этот туда поехал, это, и все, и мучаешься. Вот. Ну, а Бог нас всего лишь хочет научить. Всего лишь хочет научить, что мы не зависим, как бы, от этих вещей. Вот. Поэтому молитва – это отношения. Это отношения постоянные. Это отношения непрестанные, да. И, вот, например, настойчивость. Что это такое? Это как раз и есть фильтр настоящей нужды. Если, ну, ты сможешь о каком-то деле просить настойчивого, вот просто, планомерно, Бог, ну, вот это, вот это. Ну, может быть, за какого-то человека, за какую-то нужду и так далее. Написано, по неотступности даст. И это будет, когда, ну, мы же тоже так иногда, там, с людьми, с детьми, там, поступаем. Там, ребенок, он может, там, что-то попросить тебя. И ты, да нет, все, там, думаешь, отстанет, не отстанет, да? Ну, как бы. А он раз еще раз, и нет. Еще там, я вот недавно, там, с другом разговаривал. И он со мной такой разговаривает, такой, это. И такой мне говорит, сейчас, Макс, погоди. Ну-ка быстро, чтобы там все замолчали. Как, ну, как бы, ну, как бы детей своих, как, как гаркнул там на них, так, иначе сейчас. Меня же само страшно стало на секунду. И я ему говорю, ну, ты актер, говорю. Он говорит, ну, да, уже. И дальше, дальше все спокойно. Я говорю, ты даже вот без эмоций, говорю, даже сам, как бы, не закипел, но просто вот уже это вот, ну, чтобы порядок навести, чтобы вот их там утихомилить, короче. Вот, ну, и мы, как бы, вот, ну, так же, да. И Бог с нами так же, да, вот, есть у тебя просьба. И она, как бы, проверяется вот этим вот, да. Мне нравится, вот, мы вот за Лаврушиным были постоянно в молитве, да, и вот. Мне уже многие люди, кто такой Лаврушин? Кто такая Лаврушина? Кто такой Лаврушин? И мы все время, вот, Бог, спаси Лаврушина, спаси Лаврушина. И Лаврушин вчера крестился. Аминь. Вот, поэтому, и мы верим, что, вот, да, мы начали провозглашать этот стих, да, что тот Бог, который начал свое дело, Он будет продолжать. Начал, будет продолжать. И мы уже, как бы, да, ну, другими словами, мы, как бы, вот, Бога обязали сказать, Бог, ну, все, мы уже вот настолько постоянно молились, мы по Твоему Слову молились, мы уже даже не знаем, ты уже, вот, потеряешь в наших глазах авторитет, если ты уже, ну, не исполнишь это, да. И Бог говорит, ну, все, да, уже не могу не исполнить, да. Вот, поэтому, вы понимаете, что это Иисус сам так учит? Это не я, как бы, придумал. Он приводит пример вот этого человека, который ночью просит хлеба у друга, и друг ему отказывает. И он говорит, что, ну, вот, ну, я вам говорю, он ему даст. Когда? Если он не уйдет, продолжит стучать. Дай хлеба. Ну, что ты, ну, друг же. Да все, уходи там, да, наиграно вот это вот, да, все. Оп, промолчал. Мне некуда идти, дай хлеба, да. И, ну, и вот так же Бог тоже хочет, чтобы мы, вот, ну, если у тебя, да, если ты стоишь в чем-то, да, будь постоянен, будь настойчив, да, вот, ну, как бы, продолжай просить у Бога. Потому что вот это лишнее, если это лишнее, если это просто похоть, прихоть и так далее отвалится, ты не сможешь быть в ней постоянной. Понимаете? Вот, поэтому вот мы должны отфильтровать свою молитвенную жизнь, вот от этих вот, ну, лишних, как бы, вещей. Выйти вот в эти живые, настоящие доверительные отношения, не того, а что ж там Бог думает. Как бы мне вот, ну, он тебе скажет, что он думает, если ты его спросишь, как отца. Отец, скажи мне, что ты думаешь по этому поводу, по этому поводу. Вот, ну, а я вот это так сильно хочу, но я понимаю, что, ну, мне это не очень хорошо. И он тебе говорит, ну, и у тебя в ответ приходит, понимаешь, правда? Ну, понимаю, ну, мне хочется. Ну, ну, ладно, хорошо, вот ты получил, и тебе это вот действительно надо. Ну, вообще-то не очень не надо. Ну, вот и все, поговорили. Понимаете? Ну, иногда. И, понимаешь, и тебе легче стало, что ты это вот обсудил, что ты вот, ну, сам понял, что тебе это не надо. Да? И все. И от тебя это отвалилось. А если ты как бы не идешь в глубину, не имеешь отношений, ты все, дай, дай, ну, и вот, ну, он нам все равно не даст, но я все равно буду просить. И нет отношений. Нету. Мы как за чертой от Бога находимся. Вот. Поэтому на этом будем заканчивать уже. Может быть, молитва, тема молитвы, она еще там требует каких-то, да, тоже вот практик духовных, да, ну, слава Богу, может быть, когда-то мы в каком-то другом ключе поговорим, но сегодня хотел именно в этом поговорить, что не будьте как язычники, которые говорят много лишнего. Будьте больше настроены к тому, чтобы слышать Бога. И понимайте, что вот ваша молитва, это в принципе все, что вам от Бога нужно. Все-таки я прочитаю это. Лука, 11 глава. Это там, где Иисус, потому что есть люди, которые знают это, а есть, которые не знают этого. И я иногда, ну, неправильно делаю, как бы думая, что все знают. А кому-то нужно обязательно это прочитать. Здесь вот тоже случилось, когда он молился, ученики пришли, научи нас молиться. Он им дает молитву, отче наш. Потом вот как раз то, что мы говорили, следующим этапом говорит, а настойчивайтесь, что просите. Потом он как раз говорит, если вы, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вашим, то отец-то больше вас. Он добрый, он, конечно же, даст. Поэтому просите, стучите и ищите. Да? И знаешь, и в конце он говорит, 13 стих. И так, если вы, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст, что Духа Святого, просящему Него. Как бы вот, знаете, вот в конце такой ключ. Что ж тебе нужно получить-то от Бога? Что тебе нужно не вещи получить, тебе Духа нужно получить. Я даже когда, вот, ну, я говорю, Бог отвечает на какую-то молитву, я через это ободряюсь, получаю Духа даже. Понимаете? Мне самое главное от Него получить Духа, получить Его взгляд, получить Его мысли, получить Его ободрение, понимаете? Получить вот эту вот внутреннюю силу. Вот просто Его вот восприятие. Потому что Дух, Он вот как раз, Вот Он из Бога в нас, внутри, и мы видим все как Он. Мы получаем этого Духа. Мы получаем вот это состояние внутреннее, которое должно быть в нас. Через молитву, через настойчивость, через то, что просим, через Отче наш, и так далее, да, через все это. Но цель молитвы, цель молитвы, это получить Духа. Поэтому вот, когда мы идем уже, мы должны помнить о цели, что нам нужно от Него получить. И я тебе говорю, если ты будешь понимать это даже в начале, твоя молитва изменится. Многие вещи уже не захочешь говорить, но когда ты Ему будешь говорить, ну, дай Духа, Отец. Я вот иногда прихожу молиться и говорю, мне хочется, ну, как бы искренне, я ему иногда могу сказать, не хочу ничего. Вот ничего не хочу. Достали все. Ну, что-нибудь такое вот. Но я понимаю, что я не могу так говорить, и я уже следующими строчками говорю, или словами я говорю, Духа дай. Духа дай. Потому что Духу получу, уже буду хотеть, уже буду видеть по-другому, буду радостный, и так далее. Понимаете? Поэтому я знаю, что вот и Иисус к этому и подводит. Он говорит, если кто из вас камень, кто у отца там яйцо попросит, не даст женому камень, да? То есть, ну, поэтому вот, ну, наш Отец – это Дух. Отец Духов, да? И его задача, как бы в первую очередь, наполнить тебя Духом. Когда ты это понимаешь, то все остальное выстраивается. И в твоей молитве тоже. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok